В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 120 тонн тепла в областную столицу доставили новое оборудование для Самара-Арена. Местная жемчужина. Как преобразится Прибрежный и еще пять поселков Красноглинского района? Руками жителей. Самарский двор победил в конкурсе на лучшее озеленение и ландшафтное оформление. В Самару доставили немецкое оборудование для реконструкции котельной, которая будет снабжать теплом стадион Самара-Арена. Это два современных котла общим весом 120 тонн. Они заменят устаревший, которому больше 30 лет. В порту за разгрузкой нового оборудования наблюдала Валерия Макарова. На огромной барже приплыли эти котлы в Самару. Современные и мощные. Они будут снабжать теплом стадион Самара-Арена, Гагарин-центр, другие объекты инфраструктуры и поселок Жигулевские сады. Котлы сейчас будут разгружаться и доставлены будут непосредственно на реконструируемую котельную. Все работы по реконструкции самой котельной и обвязки с сетями, которые будут подходить к стадиону, на сегодняшний момент практически выполнены. Тысячи километров преодолели эти котлы, чтобы попасть из Германии в Самару. Плыли по Балтийскому морю, по Москве, реке и по Волге. Каждый из котлов, а их всего два, весит 60 тонн. Благодаря ним мощность котельной, которая будет снабжать теплом стадион Самара-Арена, увеличится в три раза. Можно сказать, своего рода уникальные конструкции, потому что они с двумя жаровыми трубами. Одним из самых больших достоинств является большой диапазон работы в мощностях. Уже на станции котлы смонтируют через 2-3 недели. Теоретически, тогда же станция будет готова к первым пусковым испытаниям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Во всех шести поселках, расположенных в Красноглинском районе Самары, появились свои перспективы развития. Об этом на встрече с жителями Прибрежного рассказал мэр Олег Фурсов. Один из самых отдаленных поселков долгое время оставался без внимания, но через несколько лет он преобразится и превратится в одну из жемчужин района. Подробнее расскажет Марьяна Мирная. Удаленный от центра города поселок Прибрежный долгие годы оставался не у дел. Жители жаловались. С советских времен здесь не ремонтировали дороги, поликлиники, не строили спортивные объекты. Прибрежный приходил в упадок. В последние два года ситуация начала меняться. Спасибо большое, что вы приехали к нам. А мы сейчас можем озвучить те вопросы, которые у нас стоят в поселке. Потому что знаю, что с вашим вмешательством и помощью она может решиться. Парусная 10, поликлиника. При дожде и так там невозможно ходить. Сейчас лестничные марши, конечно, залили. А будет нет ли отремонтирована вот эта дорога? Впервые у Красноглинского района появится перспективный план развития. Он долгосрочный и включает в себя многие социально важные аспекты. Немало внимания в нем уделено и поселку Прибрежный. Здесь планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, решение медицинских вопросов. В поселке приведут в порядок стационар, а также строительство дорог и благоустройство скверов. Связано это с тем, что в Самаре в полную силу заработала проведенная реформа местного самоуправления. Район получил свой собственный бюджет и может распоряжаться средствами по своему усмотрению. В этом году у вас дорога в Прибрежный появилась. Хорошая, действительно замечательная дорога. В Красной Клинке идет реконструкция Красноглинского шоссе и в 2018 году оно будет полностью завершено. То есть в 2017 году там будет выполнено очень серьезные виды работ. В 2018 году полностью завершено. У жителей Прибрежного накопилось немало вопросов. Это и восстановление общественной бани, которую обещали открыть в ближайшее время, и скорая медицинская помощь, и закрытие незаконной питейной, которая мешает людям спать. Речь идет, работайте до 10 хотя бы. Нет, мы работаем до последнего клиента. Это до 6, до 7 часов утра. Нам жить невозможно. И у нас просьба, пожалуйста, приехать и посмотреть на это место, где что находится, в каком аду мы живем. Вы знаете, как можно наказывать, можно и СС привлечь, и МЧС. С точки зрения пожарной безопасности, штрафами понудить человек прислушиваться к мнению жителей. Если они работают всю ночь, они нарушают однозначно региональный закон. За это предусмотрено серьезное ответствие. В конце встречи с жителями Прибрежного главу Самары наградили грамотой и выразили благодарность за помощь во всех текущих делах поселка. Благодарность и искреннюю признательность в развитии поселка Прибрежный и всего Красноглинского района. Вы, жители поселка Прибрежный, получили добрую известность не за силу, а за доверие. Не за власть, а за человечность. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Жилые дома Самары на 94% готовы к зиме. Эти данные озвучили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Готовность тепловых сетей и котельных также превышает 90%. Все объекты проверит специальная комиссия. Она начнет работу уже 15 сентября. По поручению главы города, если в ближайшие дни погода не улучшится и не станет теплее, в социальных учреждениях города начнут давать отопление. К 20-му заявки именно от больниц, от объектов здравоохранения, от там, где круглосуточное пребывание в домах ребенка, в домах инвалидов, в интернатах, вот чтобы эти заявки были поданы. И если вот такая погода будет, мы начнем потихонечку включать больницы и вот дома ребенка, как я сказал. Красота спасет мир, уверены жители 27-го дома по улице Строителей и 83-го по проспекту Металлургов. Свой двор они превратили в уютный парк с газонами, цветами и деревьями. Глядя на все это, в администрации Кировского района решили провести конкурс на лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории. Как создавалась красота, расскажем прямо сейчас. Алиса Кульман с удовольствием проводит экскурсию по своему двору. И не зря похвастаться есть чем. На протяжении 10 лет женщина вместе с соседями превращала обычный самарский двор в двор мечты. Помимо ухоженных газонов и моря цветов, здесь появились березки, елочки и даже абрикосы. Для поднятия настроения, для улучшения жизни, ну, выходят, радуются цветы. Это же красиво. Все поливаем с утра до вечера и все радуются, все благодарят, говорят, ой, какой у вас красивый двор. Благодаря стараниям жителей, два года назад тогда еще обыкновенная площадка двух домов стала победителем в программе «Двор, в котором мы живем». Здесь сделали тротуары, дорогу, установили ограждения и детские аттракционы. В районной администрации говорят, что и дальше будут оказывать поддержку. Данный двор, он дополнительно получает преференции на выполнение благоустроительных работ за счет средств бюджета в приоритетном порядке, учитывая их стремление навести порядок, поддерживать у себя чистоту и соблюдать вот это благоустройство, которое на сегодняшний день ими же руками создано. Вся инициатива, которая идет от жителей, она всегда будет находить поддержку в администрации. В этом году двор в Кировском районе победитель первого местного конкурса «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление». Такое соревнование планируют сделать ежегодным. Всем, кто приложил к этому руку, вручили благодарности. Кроме того, жильцам подарили инструмент для полива, а на здании теперь красуется табличка победителя. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События. В Самаре во второй раз пройдет конкурс «Выборы селфи». И сейчас в городских вузах и СУЗах организаторы проводят промо-акции и в интерактивной форме рассказывают об условиях участия. Как студенту получить приз за фотографию на избирательном участке, узнавал Андрей Горгуленко. Путешествие и игровая приставка за фото. Получить ценные призы за селфи на избирательном участке сможет любой студент. Для этого нужно выложить фото в социальной сети Instagram с хэштегами «Выборы селфи» и «63». Организаторы уверяют, конкурс пойдет только на пользу. Цель, она абсолютно ясная, прописанная в положении – это повышение электоральной активности у молодежи города Самары и Самарской области в целом. Но конкурс – лишь приятное поощрение для молодых с активной гражданской позиции. Главное – прийти на выборы и проголосовать. Я считаю, что выборы – это наш гражданский долг. И именно 18 числа мы сможем определить нашу судьбу, нашу вектор развития. Фотография может быть любой. Главное – не с бюллетенем. Тайна личного выбора не должна быть нарушена. Тогда проблем с участием в конкурсе не будет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. На 1012-м километре трассы М5 в Красноярском районе перевернулась и сгорелась фура. В тушении машины участвовали 8 человек – 2 пожарные машины. Сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, грузовик задел ограждение и перевернулся. Проезжую часть упавшая машина полностью не перекрыла. Движение транспорта на этом участке было ухудшено, но не заблокировано. Житель автозаводского района Тольятти уронил столб. Инцидент произошел в результате ДТП на улице Держинского. По версии ГИБДД, 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2107, наехал на бордюр. После чего авто отбросило на столб. Опора упала на автомобиль и сильно его деформировала. Водитель получил травму и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Более 11,5 миллионов рублей намерено выделить агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области на раскопки на Хлебной площади. Сейчас организация занимается поиском подрядчика. Специалисты должны будут вести археологические работы. Речь идет о фрагментах крепости 17 века. Археологам предстоит провести раскопки на участке площадью 732 квадратных метра. Все находки должны быть описаны в отчете и переданы для музейного хранения и дальнейшей научной обработки. Удачным уловом завершил сезон летней рыбалки житель Самарской области. Добычей мужчины и его тести стал сом весом 76,5 килограммов. Поймали рыбу-богатыря в Волге в районе села Приволжье. По словам рыбака, на то, чтобы вытащить сома из воды, ушло два часа. Когда мужчины подтащили рыбу ближе к лодке, пришлось привязывать ее толстой веревкой под жабры, чтобы не ушла. Лодка ходила ходуном, когда сом пытался вырваться. Поэтому мужчинам пришлось срочно возвращаться на берег. В ближайшие дни в Самарской области ожидается небольшое потепление, сообщают метеорологи. Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется от 12 до 17 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. В среду, 14 сентября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой и умеренный дождь. Температура днем 10-15 градусов, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. О тебе, моя Самара. Под таким названием в 42-й школе прошел открытый урок с председателем Самарской городской думы Галиной Андреяновой. Школьники получили возможность задать все волнующие их вопросы. Среди участников встречи был и Андрей Горгуленко. В актовом зале школы номер 42 нет свободных мест. 11-классники пришли на встречу с председателем городской думы. Для них такие открытые уроки – отличная возможность быть услышанными и заявить о своих вопросах и проблемах. Мы видимся с теми людьми, которые помогают решить наши проблемы, с теми людьми, кто делает наш город лучше. Мы видим в какой-то степени кумира, мы видим людей, которым стоит подражать, людей, у которых стоит учиться. Открытый урок в рамках программы «О тебе, моя Самара» в 42-й школе проходит не в первый раз. Участники встречи затрагивают проблемы благоустройства города, вопросы экологии, жилищно-коммунальной сферы и вопросы, касающиеся обучения в школе. Мы сегодня будем говорить о том, как город развивается, о том, как он преображается и о тех планах, которые касаются конкретно железнодорожного района. Общение, оно всегда приятное, оно всегда полезное, вопросов очень много. И я думаю, что вместе, совместными усилиями, мы все-таки город Самару сделаем очень приятным, красивым и комфортным городом. Самые активные ребята школы входят в состав молодежного парламента железнодорожного района, участвуют в заседаниях городской думы и выступают в качестве организаторов самых разнообразных акций и программ. И теперь у них появилась возможность на благо нашего железнодорожного района реализовать свои программы. И они получат эту поддержку. То есть ребята верят в свои силы и они верят в то, что наше государство может быть действительно лучшим и процветающим. Встреча со спикером городского парламента прошла в дружеской атмосфере. Одинсеклассники получили ответы на все свои многочисленные вопросы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Символ любви и гармонии. В Самаре открыли семейную аллею. За честные выборы. Делегация из Самары доложила Центр избиркома о ходе избирательной кампании. Группа из 60 человек. Впервые в Самарском регионе за выборами будут следить наблюдатели-общественники. Сегодня в 19.00 на нашем канале выйдет новый выпуск мультимедийного проекта на связи с губернатором. На этот раз тема программы «Подготовка к чемпионату мира 2018 года». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.